Всем привет! Поздравляю вас с Новым Годом и с новогодними праздниками. И у меня для вас есть хорошие новости. Дело в том, что Doolife для нас обновила маркетинг-план и добавила туда очень много таких классных-классных позиций и классных процентов. Этот маркетинг-план вступит в силу с 16 февраля. Да, буквально на днях будет презентация для директоров, но уже мы знаем некоторые цифры благодаря нашим спонсорам. Поэтому сейчас я вам некоторые, так немножко занавесочку открою и дам некоторые рекомендации, что нужно сделать, чтобы в этом году стартовать, в этом году сделать новую квалификацию. И как показала практика, несмотря на всю ситуацию в нашей стране, Doolife продолжает нам платить и продолжает делать для нас очень такие невероятные вещи. То есть он нам идет на встречи и помогает. Поэтому, друзья, это классная возможность и давайте сегодня я вам покажу некоторые классные цифры. Итак, что предлагает Doolife? Многие, очень многие говорили о том, что у нас не хватает одной позиции на 15 тысячах баллов. И мы об этом обсуждали с компанией. Вот компания нам пошла навстречу и нам сделала вот такую вот позицию. Это будет молодший коревник Зесполу. То есть это младший лидер группы, команды вернее. И это будет 16%. Но начинать нужно с лидера группы. Если раньше вы помните, что у нас на лидере группы мы не получали по структуре карьеры никаких процентов, то сейчас компания нам дает 4%. На младшем лидере группы нам компания дает 8%. То есть вы сделали 4 тысячи баллов, вы уже получили 8%. Это помимо всех бонусов, которые вы будете получать, которые вы уже получали на сегодняшний день. На уровне 8 тысяч баллов, да, раньше у нас было 6%, сейчас будет 12%. У нас добавляется новая позиция, как я сказал, 15 тысяч баллов. И это уже 16%. Помимо других бонусов, которые остаются, которые всегда были. И чуть позже я вам расскажу. На уровне коревник Зесполу, да, это 25 тысяч баллов. У нас 20%. Раньше было 10. Я могу вам показать сравнительную таблицу. Да, что было раньше. Посмотрите, да, коревник Зесполу был 10%. Сейчас это будет 20%. И здесь тоже, видите, да, младшей коревник Зесполу этой позиции не было. Был лидер Зесполу, который получал 6%, сейчас получает 12%. Будет получать, да, через месяц. У нас очень классные бонусы здесь добавились. То есть, посмотрите, на региональном менеджере было 14%, а сейчас 24%. И так далее. Тут по 10% добавилось. Ну и как бы будут еще некоторые нюансы. Я не буду сейчас в них вникать. Да, это будут проценты выплаты с глобального товарооборота. Вот здесь в этой таблице вы можете посмотреть, да, что добавляется. Желтым выделено то, что компания вводит, то есть, новую позицию и новые проценты. И здесь вот желтым вы можете посмотреть, это процент от глобального товарооборота компании. Если раньше это было только на первых двух позициях, да, то сейчас это вот, видите, где добавляется. Это очень классный бонус. Он очень классно помогает новичкам. Это наше преимущество перед большинством сетевых компаний. Поэтому об этом нужно говорить. И будут еще некоторые моменты. Я думаю, главный вопрос, откуда взяли эти деньги, да. Ну, то есть, человек, который считает, он должен понимать, что эти деньги с воздуха не берутся. И у нас была структура пассивная, раньше она называлась, потом она, сейчас она называется структура бонусная. И, собственно, там отдавались деньги тем людям, которые, в принципе, ничего не делают, да, только делают личную активность, получают бонусы. Если кто помнит, там до шестой глубины вы получали 5, 5, 4, 4, 3, 2 процента, то сейчас осталось только 5 с первого уровня и 4 со второго уровня. Глубину убрали и в большинстве случаев эти деньги, в принципе, никто не получал из активных людей. И поэтому эти деньги, эти 12 процентов, если раньше это все 21 процента давалось, то сейчас это остались только 9 процентов, 5, 4, да. А 12 процентов отдали как раз структуру карьеры. Это для тех людей, которые что-то делают. Я считаю, это очень классно, это справедливо. И эти деньги мы будем видеть, да, потому что зачастую люди, которые ничего не делали, они даже не знали, что у них там какие-то бонусы начисляются. И если посмотреть, да, получается, что нам до лайф отдают 49,5 процентов по структуре карьеры, это по максимуму, да, и 9 процентов по структуре бонусной. Ну, понятно, что как бы выйти на этот уровень для этого нужно здорово поработать. И вот, собственно, что нужно сделать для того, чтобы выйти на этот уровень. Давайте буквально в двух словах мы с вами поговорим. Ну, самое первое, нужно поставить цель. У нас начало года, самое время поставить цели. Для того, чтобы поставить цель, нужно понимать точку А, где вы сейчас находитесь. И нужно поставить точку Б, куда вы хотите достичь. Я рекомендую выбрать какую-то, ну, вот у меня пока старая структура карьеры, да, рекомендую выбрать какую-то позицию. И, допустим, это может быть региональный менеджер. Это хороший уровень, на этом уровне вы получаете автобонус. Или же вы получаете финансы плюс. Это просто деньги вместо машины, если по каким-то причинам вы не хотите брать машину. То есть, этот бонус будете получать. Плюс у вас есть путешествие раз в году. Я надеюсь, что у нас в этом году все-таки будет наша победа. И мы сможем путешествовать, сможем выезжать. И замечательные места ждут нас. Круиз, в котором мы были с супругой и с нашим партнером, с Григорием. И чтобы понимать вообще, что нужно сделать, чтобы выйти на такой уровень, да, вам нужно спланировать это. Чтобы спланировать и конкретно поставить цель, вам нужен ваш наставник, ваш информационный спонсор. Потому что ваша цель может быть другая. Вы можете поставить на полгода цель, да, вы можете поставить там керевных зисполу, да, на полгода. Или даже меньше, у кого-то амбиции, кто-то это делает намного быстрее. Поэтому для этого нужно написать, написать свою цель и связаться с вашим наставником. Вы можете связаться со мной, если ваш наставник, ну, по каким-то причинам неактивен, да. Или, может быть, он не готов с вами эту работу проделать. Что, собственно, нужно делать? Нужно, вот я собрал такие правила, да, я думаю, вы понимаете, что это правило касается любого уровня, любой ступеньки в карьере. Нужно действовать ежедневно. Нужно понимать, что нужно стать профессионалом в этом бизнесе. В любом бизнесе зарабатывают профессионалы. Поэтому, если вы хотите зарабатывать с доу-лайф, вы должны стать профессионалом. Нужно действовать ежедневно. Да, в нашем бизнесе большой плюс, что мы можем сами себе выбирать время, когда мы будем действовать. Да, мы можем уйти в отпуск сами себе. Но, с другой стороны, это является и недостатком, потому что нужно себя контролировать, себя мотивировать. Для этого есть определенные инструменты. Если нужно, я вам подскажу, что это за инструмент. Это планировщик ключевого человека. Вот у нас он есть в системе, кому нужно, вы знаете, где это взять. Или же задавайте вопросы, я вам сброшу. Второе, принять решение, то, что я сказал, профессионалом стать и заниматься этим профессионально. То есть, вы должны понимать, что это такая же работа, если вы работе уделяете 8 часов в день и зарабатываете какие-то деньги. Почему доу-лайф вам должен платить, если вы уделяете час времени. И то вы смотрите вебинар или какое-то видео в ютюбе и считаете, что это вы занимаетесь бизнесом. Нет, все требует серьезного подхода. Нужно закрыть в голове все возражения и вопросы, которые у вас есть. Для этого вам нужно посещать мероприятия. Вам нужно изучить нашу систему 10 шагов. Там как раз закрывается большинство возражений. Вам нужно, скорее всего, чтобы закрыть абсолютно все возражения, погрузиться в нашу индустрию. Для этого нужно прочитать книгу. Я вам рекомендую «Стань профи о рековоре». У нас она тоже есть в системе. Кто не знает, обращайтесь, я вам сброшу ссылку. Это классная книга. Она современная. Она очень классно все расставляет по полочкам. Также есть книга Роберта Киосаки «Бизнес 21 века». Тоже рекомендую. Также классная книга. И она очень здорово как раз снимает все возражения. Потому что если у вас есть в голове какие-то сомнения, возражения, вряд ли вы сможете донести информацию вашему кандидату. И вряд ли он подпишется под вас, вашей структурой, захочет с вами работать. Я думаю, это логично. Люди идут за уверенными людьми. Чтобы была уверенность, нужно закрыть возражения. Также нужно поставить цель, составить четкие планы, сфокусироваться на его реализации. Это как раз задача первого месяца, наверное, первых дней нового года. Я думаю, что многие уже поставили цель. Цель должна быть четко записана на бумаге. То есть вы пишете, что я, Мартанец Сергей, хочу сделать уровень директора к концу 2023 года. И для этого мне нужно проделать следующую работу. План. И вот с этим планом, с этой целью вы обращаетесь к вашему наставнику. И вы вместе составляете план. Потому что только он знает вашу точку А. И вы ему заявите вашу точку Б. И вы сможете с ним план четкий составить. Потому что кто-то работает, может уделить какое-то время в выходные. У кого-то свободный график, он может ежедневно уделять несколько часов. Все мы индивидуальные ситуации. Поэтому план у каждого свой. Также нужно обучаться, оттачивать навыки, личное развитие. То есть вы должны изучать наши материалы, вы должны читать книги, посещать все мероприятия, онлайн мероприятия. Если есть возможность, живые мероприятия, это вообще супер. Да, девочки у нас ездили в Польшу на ближайшее мероприятие. Оно будет весной, ТФТ. Короче, вы должны быть в теме. Работать над верой в себя, в индустрию, в компанию, в продукт. Это то, о чем я немножко уже рассказал. В наших 10 шагах есть такой мост веры, он называется. Он стоит на четырех таких понтонах, на четырех быках, таких конкретных. И вот эти опоры, они как раз закладывают вашу веру. Поэтому очень важно разобраться в индустрии. Для этого вот эти книги, которые я сказал, нужны разобраться в компании. Вы должны изучить компанию, позадавать вопросы. На нашем сайте очень много материалов для изучения. Разберитесь в этом бэк-офисе, как он работает. У меня есть видео-урок, как в нем разобраться. То есть вы должны какое-то время уделить этому. Изучите маркетинг-план. Сейчас вот вы увидели некоторые новые цифры. Это очень мотивирует. И это будет мотивировать даже новичкам включаться в работу быстро. Потому что если сравнить с большинством компаний, то у нас на первом этапе вы получаете до трех раз больше вознаграждения. Мы просчитывали, сравнивали с несколькими такими популярными, хорошими компаниями, с хорошим продуктом. У нас на первом этапе выходит при тех же раскладах, при тех же вложениях, выходит, что вы в три раза больше получаете денег. Это очень здорово. Нужно эту информацию просто донести новичкам. Наш маркетинг-план, он очень многогранен. Поэтому его очень тяжело вот сразу понять. Но тем не менее, если вы вникнете, вы разберетесь во всем, вы поймете, насколько он классный. Также нужно действовать из позиции дающего. Это очень важно. Вы никого не должны уговаривать, просить. Если вы из позиции дающего действуете, люди к вам потянутся. Это эффект стула. Очень классно он работает. Если вы возьмете стул и потянете на себя за спинку, он будет отталкиваться. Если вы наоборот от себя отталкиваете, он притягивается. Точно так же и наши кандидаты, наши люди. Если вы кого-то пытаетесь уговорить, он это чувствует. А когда мы уговариваем? Когда у нас нет списка или он маленький. Когда мы очень редко делаем какие-то обращения, встречи или звонки, или же пишем мессенджер. Вот тогда мы уговариваем. Когда нам нужно закрыть квалификацию, нам чего-то не хватает. То есть, если мы не очень, скажем так, сфокусированы на работе. Если у нас есть очень много кандидатов, если у нас огромный список контактов, и мы, скажем так, не паримся, придет он в бизнес или нет, он это чувствует и обычно он притягивается. Он сам будет к вам обращаться, ему самому будет хотеться быть в вашей команде. Это чувствуется, для этого нужно работать над собой. Дать себе время на успех. Это очень важно. Нужно терпение и нужно понимать, что в нашем бизнесе вы должны минимум год себе дать, чтобы достичь каких-то хороших результатов. Поэтому не рекомендую никому бросать работу или бросать то дело, которое вас кормит, для того, чтобы стартовать в доу-лайф. Это нужно делать параллельно, находите время, планируйте с вашим наставником и я уверен, что все получится. И также нужно понимать, что вы пример для своей команды. Поэтому каждый раз вы должны смотреть в зеркало и задавать себе главный вопрос. Хотел бы я, чтобы такие партнеры были у меня? Хотел бы я, чтобы они делали то же самое? Это ключевое. Вы должны смотреть не вверх, что делают ваши спонсоры, не вниз, что делает ваша команда, а на себя в зеркало. И тогда команда будет вас дублицировать, вы будете таким вожаком стаи. Всегда вожак задает скорость стаи. Это очень важно, поэтому сфокусируйтесь на себе, на действиях. И поверьте, со временем потянутся ваши партнеры, если таки вы и есть. Если нет, они обязательно-обязательно появятся. Вот, собственно, такие рекомендации я вам хочу дать в этом году. Хочу пожелать вам, чтобы вы не откладывали надолго составление плана, потому что если вы не составили этот план, как правило, продуктивность ваша очень низка и она потеряется. Поэтому составление плана может занять 15 минут, но сэкономит вам очень много времени в будущем году. И если даже вы не достигнете тех целей, которые вы поставили, или по крайней мере вы достигнете хоть каких-то целей, если вы план не составите, с большой вероятностью никаких целей вы не достигнете. Поэтому, друзья, я всех вас поздравляю с наступившим новым 2023 годом. Желаю вам новых квалификаций, новых автопрограмм, новых бонусов и поездок. Я уверен, что мы победим. И до лайф просто сделать невероятный прорыв. Для этого у нас есть все. Поддержка компании, поддержка спонсорской линии. И самое главное, что есть уверенность в завтрашнем дне. Поэтому, друзья, всем пока. Задавайте вопросы, связывайтесь с вашим вышестоящим активным спонсором. Если такового нет, можете писать мне. Я планирую вместе со своей супругой, своей командой ключевых партнеров мы планируем делать ближайшие мероприятия. И обязательно не пропускайте их. Поэтому будьте на всех онлайнах и на живых событиях, если это, конечно, представляется для вас возможным. Все. Всех рад был видеть. Обнимаю. Целую всех. Все. Пока-пока.